Подстрелен, но не убит. Журавлю нет и года, а его уже подбил человек. Для охотника этот выстрел нравственно дорогой. Серый журавль – птица краснокнижная. Сросшийся перелом кисти крыла, именно левого крыла. Это кадры из ветклиники, где латали крыло. Сегодня популяция серого журавля около полумиллиона во всем мире. В международную красную книгу внесен каждый его вид. Всего 15. Американский и японский уже под угрозой исчезновения. Уязвимое положение у африканского и индийского, а канадский, австралийский и наш серый пока вызывают наименьшие опасения. За жизнь любого животного необходимо бороться. За это время произошло самосращение, образовался консолидированный перелом. Процесс необратимый, соответственно, птица уже обречена на пожизненное проживание в условиях неволи. Что касаемо орлана-белохвоста, история очень печальная. Птица достаточно старая по возрасту. Отсутствуют пальцы на лапах. Либо птица попала в капкан, либо просто-напросто попала в какие-то петли. И, соответственно, пальцы у нее отгнили. Птица в крайне тяжелом состоянии. Их привезли, можно сказать, вдвоем. К моменту выхода сюжета орлан-белохвост скончался. То ли они летали бы где хотели, а то ли они летают в пределах своего вольера. В основном крылья перебитые, ну, лапки, где-то, может быть, в капканы попадают, не знаю. Или люди у нас так ведут себя, что подбивают, привозят раненых. Куршуны и совы – всех их постигла свинцовая пуля. Только за 9 месяцев этого года запротоколировано почти 35 правонарушений. Двое из них – подстрел краснокнижных. Сегодня за охоту на птиц вне списка предусмотрен штраф от 500 рублей до 4 тысяч. А вместе с этим и возмещение вреда окружающей среды. Например, за убитого серого журавля охотник с лицензией заплатит 10 тысяч рублей. Без лицензии – 30. Два журавля, два выстрела. Наказать охотников не всегда реально. Все зависит от вида патронов. Так, если крыло пробило пуля, то пора не можно определить калибр и вычислить злоумышленника. Если же была дробь, наказать почти нереально. Разрыв плоти рваный, и кто его допустил, можно установить, только схватив за руку на месте. Так или иначе, за жизнь пернатых стоит бороться, говорят специалисты. Если вы нашли раненую птицу, обращайтесь за помощью в ветклинику и звоните в Росприроднадзор. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.